Данный материал содержит элементы рекламы. В общем, это Новое утро. Телеканал РТР Молдова. Что же происходит-то? Кофе на скафе классик у нас уже на столе. Это правда, и в нас, что немаловажно. Дмитрий Спиваков, кстати, начинает с вами утро. И Таиза Зумовская. И новости, новости, новости наши. Все, начнем с того, что можно померить рублем. Да, наконец-то. Ну, точнее, даже не рублем, а леем. Вот так-то. Будем с хлебом, сказали бы в России, но мы, поскольку живем в Молдове, скажем, будем с виноградом. А значит, и с денежкой. В Молдове растут темпы экспорта и цены на столовый виноград. Из страны экспортировано около 15 тысяч тонн винограда урожая 2020 нынешнего года. За октябрь цены на виноград основного экспортного сорта Молдова увеличились более чем на 2 лея за килограмм. В среднем сейчас это до 12 леев за килограмм доходит сумма. Ранее руководители крупных виноградовских предприятий предполагали, что массированный экспорт винограда начнется не ранее середины ноября. Да, вообще все в этом году. Либо рано, либо поздно. Да, как-то. Вот дождь был рано, а потом поздно. Угу. Ну вот. Отчасти предположение было бы условлено тем, что во второй половине уборочной кампании появились пессимистичные прогнозы. Урожай, говорили они, будет ниже прошлогоднего. На 40-50 процентов в холодильнике для хранения, дескать, будет загружено всего лишь около 20 тысяч тонн продукции. Однако, по оперативным оценкам региональных ассоциаций виноградарей, на склады поступило не меньше винограда, чем в среднем на протяжении последних 3-4 лет. То есть около 30 тысяч тонн. И это хорошие новости. Значит, не все потеряно. Так что, если закроют нас опять на карантин, нам будет чем заняться. Да. Доброе утро. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 ноября 1957 года Советский Союз совершил запуск космического аппарата «Спутник-2» с лайкой на борту. Это действительно был великий шаг. Ведь для того, чтобы его совершить, нужно было решить массу вопросов. Ну и на первый и самый главный вопрос, который следовало разрешить, сможет ли человек существовать в космосе. Несмотря на то, что собака прожила на орбите всего лишь несколько часов, пребывание ее в космосе подтвердило, что человек может существовать в условиях невесомости. А далее расскажем о других событиях даты сегодняшней. 3 ноября отмечается Международный день косплея. Косплей — это популярное хобби, которое заключается в переодевании в костюмы и передаче характера или мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа. В Японии сегодня отмечают День культуры. День культуры — это всенародный выходной день, позволяющий японцам провести время с пользой для ума и души. Древние столицы Японии — Киото и Нара, морские и горные курорты, национальные парки и горячие источники, не испытывающие недостатка туристов. И в другие дни в День культуры готовы к паломничеству отдыхающих японцев и иностранцев. Многие музеи, выставочные залы и картинные галереи представляют посетителям возможность бесплатно насладиться культурными ценностями. Ежегодно 3 ноября в США отмечается Национальный день сэндвича с целью почтить один из самых популярных продуктов на американском континенте. Надо сказать, что сегодня этот праздник популярен не только в Америке, но и во многих западных странах. И это неудивительно, ведь сэндвич — это, по сути, бутерброд. Два ломтика хлеба, между которыми положена любая начинка. Кстати, обычный бутерброд можно назвать открытым сэндвичем. Осенью порой нам так не хватает энергии. Световой день становится короче, количество витамина D в организме падает, и мы становимся вялыми и депрессивными. Ну как, отвечай за себя. Я всегда на позитиве, знаешь ли, потому что я правильно питаюсь. Ладно, не видели вы ее до начала съемок. Тем не менее, если энергии не хватает, тогда вам на помощь могут прийти протеиновые батончики. Помимо протеина там содержатся правильные углеводы. Их можно съесть, я имею в виду батончики, и на полном ходу велосипеда, и на работе, и дома, и в офисе, да и после тренировки тоже за милую душу. Причем не обязательно покупать батончики в специальных магазинах, можно их приготовить дома самостоятельно. Этот рецепт напомнит о знакомых с детства казинаках. Наши батончики на вкус не хуже, а еще не хрустят на зубах. Овсяные хлопья, семечки и орехи подсушиваем в течение пяти минут на сковороде. Так они лучше раскроют свой вкус и аромат. В качестве жидкой составляющей, которая будет склеивать наши батончики, используем сливочное масло и мед. Добавляем чуть сахара и пол чайной ложки соли для баланса вкуса. Для дополнительного аромата – чайную ложку ванильного сахара. Также можно добавить еще цедру лимона или апельсина. Ставим все на средний огонь и помешиваем, пока масса не станет однородной. Добавляем жидкую основу к сухой смеси и тщательно все перемешиваем. Вставляем массу остыть минут на пять, а в это время займемся шоколадом. Нарезаем плитку небольшими кубиками. Добавляем в смесь измельченные сухофрукты, в нашем случае чернослив и вяленую клюкву, и кусочки шоколада. Перемешиваем и выкладываем массу в подготовленную форму. Разравниваем и хорошо все утрамбовываем. Далее убираем форму в холодильник на два часа. Это во времени как раз хватит, чтобы масса стала плотной. Теперь можно разрезать ее на батончики. Еще один простой, но очень вкусный вариант для подзарядки – веганские батончики. Рецепт крайне простой. Берем любые орехи, можно взять какой-то один вид или несколько. Например, грецкий, миндаль, фундук и кешью. Измельчаем их в блендере до крупной крошки. Далее берем любой вид вязких сухофруктов. В нашем случае это чернослив. Но также можно взять и финики, и курагу, и изюм с клюквой в разных пропорциях. Добавляем немного какао для шоколадной нотки. Накрываем крышку и перемалываем все в однородную массу. Вот такая консистенция у нас должна получиться. Добавляем вторую часть чернослива. Пропорции можно менять. Можно взять больше сухофруктов и меньше орехов, а можно наоборот. В этом рецепте примерно 250 граммов орехов и 400 граммов чернослива. Накрываем рабочую поверхность пищевой пленкой. Выкладываем массу и формируем в виде прямоугольника. Сверху накрываем пищевой пленкой и прокатываем пласт скалкой. Подрезаем края и нарезаем массу на брусочки. На приготовление чудо-батончиков ушло всего 10 минут. Можно их съесть в таком виде, а можно чуть приукрасить, полив сверху топленым темным шоколадом. Во время тотальной ковид-неразберихи люди готовы на что угодно, лишь бы не заразиться. В том числе и опробовать уринотерапию. Ну ладно, сегодня мы все-таки не об этом, потому что правда идиотизма в интернетах огромное количество. И далеко не все эти советы имеют хоть какое-то отношение к действительному положению дел. Тем не менее, вот те люди, которые находятся в группе риска или контактируют с ковид-зараженными, что же им делать? Работает ли эта процедура? Я имею в виду полоскание все-таки, а не кое-что другое. Наши российские коллеги разбирались с тем, как обстоят дела. У Виктории, как и, наверное, у каждого из нас, теперь свой ритуал возвращения с работы, где приходится общаться с десятками людей. Первым делом полоскать. Нет, первым делом тщательно мыть руки, конечно, а вот вторым полоскание. По словам девушки, эту процедуру когда-то давно ей посоветовали как профилактику от сезонных заболеваний. В надежде, что сработает и с короной, она продолжает полоскать горло несколько раз в день. Я полощу по-разному, когда все, что под рукой, это сода, соли, там еще что-то я полощу, либо вода. Бывают определенные медикаменты, средства в аптеке покупаю. Вроде бы должно как-то помочь, чтобы не заболеть. Идея о том, что пероральные антисептики, то, что в народе называется средством для ополаскивания рта, могут влиять на вирус, давно пришла в голову и ученым. Состав жидкости многообещающий. Тут и спирт, и хлоркоксидин, и терекись водорода по отдельности или вместе в зависимости от производителя. И множество других компонентов, убивающих заразу. Первыми исследованиями закончили американцы. Опыты подтвердили, жидкости для полоскания рта инактивируют более 99% вируса, меньше чем за минуту. Однако радоваться оказывается рано. Вирус входит в клетку в течение минут после того, как он попал к вам. Вирус проникает в клетку. Уже через несколько часов он начинает копировать свой геном. И через в среднем два дня уже клетка разрушается и выходит там тысяча-десять тысяч новых вирусов. Все это время вирус находится внутри клетки. Он спрятан от действия любых полосканий, любых контактных дезинфектантов. И даже если при фантастическом везении успеть прополоскать горло до внедрения вируса, то с легкими, куда он чаще всего попадает при вдохе, такой номер не пройдет, подтверждают эксперты. Так что в смысле действенной профилактики пролет, а вот как поддерживающее здоровье слизистые средства, пригодится. Ну и тут нужна мера. Полоскать каждые полчаса не стоит. Два-три раза в день по две-три минуты. Важно не переусердствовать в данной процедуре, иначе будет больше вреда, нежели польза. Потому что слизистая оболочка, полость рта, носа содержат механизмы защиты. Важно их не повредить интенсивными процедурами. Причем это относится не только к стоматологическим ополаскивателям. Как мы выяснили, в народе ходят десятки спасительных в кавычках рецептов. Нужно разводить йод и полоскать горло. Это убивает заразу. Можно пробовать мыльный раствор и настойку на спирту. Некоторые даже используют синьку, которую раньше подкрашивали джинсы. Но я думаю, что это уже перебор. Синька точно чересчур, а вот мыльный или спиртовой раствор не менее 60% спирта, идея неплохая. Только не пить, конечно, и не полоскать горло. Это невкусно и бесполезно, а обрабатывать руки. На данный момент, подтверждают и врачи, и ученые, более простого и действенного способа профилактики заражения нет. Творожную или же творожную запеканку любят все, как взрослые, так и дети. А вот если добавить в нее еще и банан, то вкус станет бомбическим. Да, именно такой рецепт мы и хотим предложить вам сегодня. Наверняка ингредиенты найдутся у вас дома, готовится она очень просто. Ну, а если вдруг банан вам нравится чуть-чуть меньше, чем все остальные фрукты, то его можно заменить яблоком или грушей. Для запеканки с бананами нам понадобится творог, банан и яйца, сливочное масло, лимон, сахар, манка и соль. Первым делом приготовим творожную массу. В миску насыпаем полкилограмма творога любой жирности. К нему добавляем одну столовую ложку с небольшой горкой манки, три столовые ложки сахара и 50 грамм мягкого сливочного масла. Сюда же разбиваем два яйца. Яйца сразу же разделяем на белок и желток. Желтки добавляем в творожную массу, а белки – в отдельную чистую и сухую миску. Творожную массу измельчаем погружным блендером до однородности. Также можно измельчить творог в измельчителе. Если вы любите более сладкие запеканки, то можете добавить еще немного сахара. Творожную массу оставляем на 20 минут, чтобы набухла манка. Прошло 20 минут. Белки солим щепоткой соли и начинаем взбивать миксером сначала на низкой скорости, постепенно ее увеличивая до максимальной. Белки взбиваем до крепкой устойчивой пены. Сначала в творожную массу добавляем половину взбитых белков и перемешиваем. Затем добавляем вторую часть белков и опять аккуратно перемешиваем лопаткой. За счет взбитых белков творожная масса станет более воздушной. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем манкой. Лишнюю крупу высыпаем. Три банана очищаем от кожуры. Каждый банан разрезаем вдоль на две части. Бананы поливаем лимонным соком с двух сторон и распределяем его по фруктам руками. Это делается для того, чтобы бананы не потемнели. Половинки бананов кладем на дно формы срезом вниз. Сверху выкладываем уже подготовленную творожную массу и равномерно распределяем ее по всей форме. Отправляем блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем приблизительно 30-35 минут. Творожная запеканка с бананами получается вкусной, нежной и в меру сладкой. Кстати, банан можно заменить любыми фруктами. Запеканка отлично подходит к чаю или кофе. Непременно приготовьте это блюдо, и вы получите настоящее гастрономическое удовольствие. Буквально пара дней остается до завершения розыгрыша. Розыгрыш как раз таки ведется на тему ваших любимых осенних вечеров и того, что вы такое интересное делаете. Да, мы время от времени рассуждаем, чем каждый из нас занимается по вечерам осенью. Ну, помимо того, что Таис пропадает в Инстаграме, куда выкладывают миллион сторис и фотографий ежедневно. Пропадает в спортзале, но неважно. Именно об этом, кстати, Любовь Успенская в свое время пела «Мама, ради бога, я ни разу не пьяна, это Инстаграмчик, и в него я влюблена, пропадаю я». Если вы пропадаете от любви к кофе и к такому приятному времяпрепровождению вечернему, то у нас для вас прекрасный розыгрыш. Прямо сейчас забегайте к нам на страницу в Фейсбуке «Новое утро на РТР». И под актуальной публикацией оставляйте комментарии, как же вы любите проводить осенние вечера. Да, случайным образом мы выберем обладателей второго и третьего места. Они получат по вот такому прекрасному набору от Нес Кафе Классик. Это баночка молотого кофе и капучинатор. А еще человеку, который получит первое место, кстати, получит он его только подсчетом комментариев, их должно быть огромное количество, и тот, у кого их больше всего, тот и станет победителем. Так вот, человеку, который получит первое место, достанется помимо набора еще и настольная игра. Да, так что пишите самые красивые комментарии, для того, чтобы другие пользователи Фейсбука тоже их по достоинству оценили. Желаем вам удачи, а пока что прерываемся на короткую рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нес Кафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Нес Кафе. Низкий хвост. Идеальная укладка на осень. Это, знаете ли, когда лапы отваливаются, шерсть курчается. Нет, это не то. Нет? Нет. А, это не из простоквашины? Говорю про женскую укладку. Про низкий хвостик, который и выглядит стильно, и при этом под любой головной убор, например, под билет или шапочку поместится. Далее я абсолютно не понимаю, что говорю. С бантом, плетением или сразу с 10 резинками? Объясни, пожалуйста. Ну, можно же. 10 резиночек. Зачем? Конечно. Перехвати хвостик по всей его длине, чтобы было красиво. А, то есть тогда он колбаску воплет, например. Да. Ну, в общем, какой вариант укладки вы не выберете, можно не сомневаться в том, что выглядеть это будет, как заверяют знающие люди, эффектно. Прическа хвост в различных вариациях неимоверно практична, легка в исполнении и универсальна. Для ее создания вам понадобится минимум средств для стайлинга, а также совсем немного времени. Низкий хвост идеально вписывается в образы деловых леди для офисных сетов. В таком случае лучше всего подойдет прямой хвост с ровными блестящими волосами, пробором по центру, либо же сбоку, а также прядкой волос, обернутой вокруг резинкой. Такая прическа выглядит очень лаконично, сдержанно и стильно. В объемном варианте исполнения хвост будет уместен для вечерних выходов. Не менее интересен вариант прически с косами в различном плетении, что плавно переходит хвостик. В таком случае низкий хвост должен быть более небрежным и объемным, придавая нотке легкости и воздушности. Соберите волосы в хвост, а вокруг резинки оберните одну прядь. Потом заплетите волосы в свободную косу и зафиксируйте ее тонкой силиконовой резинкой. Перед тем, как приступить к укладке, можно подкрутить пряди, чтобы кончики выглядели более живыми. Романтичности и нежности в образ привнесут всевозможные ленточки. Нежно-розовые, голубые, белые или же черные, завязанные в бант, они прекрасно дополняют как романтичные и вечерние луки, так и кэжуал и стрит-стайл образы. Выбирайте оттенок, который будет контрастировать с цветом волос. Брюнеткам подойдут все оттенки кремового и белой, а блондинкам можно обратить внимание на коричневые и черные. Украсить прическу можно и обычными резинками. Понадобится не меньше 5-10 штук. Можно также взять одну длинную или использовать жгут. Самое главное – гладко зачесать волосы. Чтобы даже мелкие пряди не выбивались, распылите по расческе лак для волос. Объем на волосах всегда смотрится роскошно и шикарно, особенно для вечерних сетов. Не стали исключением и варианты прически на основе хвоста. Чтобы волосы выглядели объемнее, можно поиграть со слоями. Собрать хвост только нижние пряди, а верхние – уложить поверх них. Простой способ сборки – резинка и две невидимки. В середину хвоста заводим невидимку. Придерживаем ее большим пальцем и по кругу заводим нашу резинку до противоположной стороны. И точно так же в горизонталь погружаем нашу невидимку. Придаем текстуру, вытягивая тонкие пряди. Чтобы скрыть резинку, отделяем прядь и закручиваем ее вокруг хвоста против часовой стрелки. Закрепляем невидимкой и фиксируем лаком. Ученые изобрели прибор для счастливой старости. Мне казалось, что он уже изобретет, что это телевизор. Бабушка моя так радуется, так радуется. Я подумал, для этого надо пенсии повысить. А тут оказывается, всего лишь прибором обзавестись. Исследователи говорят о новом персонализированном устройстве, своего рода личном ассистенте. Задача которого – помочь пожилым людям в поддержании здоровья ума, тела и души. Как работает эта новинка и что об этом думают участники эксперимента? Об этом расскажем далее. 67-летний Кор Хойкелс – один из 30 голландцев, которые тестируют новую персонализированную систему коучинга. Сегодня эксперт покажет ему, как работает устройство, призванное помогать кору правильно питаться, заниматься спортом и вести социальную жизнь. Новинка разрабатывается в рамках проекта, который продвигает активную и счастливую старость. Мы полагаем, что сегодня имеем, наконец, все элементы, которые позволяют говорить о холистическом подходе к проблеме. Нам остается выяснить, приемлема ли задумка для пожилых пользователей. Система должна собрать большое количество данных. Например, датчик на холодильнике будет отслеживать, чем питается Кор, как часто пользуются кухней. Вы помещаете датчик на холодильник, он замеряет, сколько раз вы его открываете, в какое время. Это позволит сформировать представление о привычках. Кор в прекрасной форме, которую, надеются разработчики девайса, он сохранит на долгие годы. Сам мужчина к участию в эксперименте относится с интересом. Я не собираюсь менять весь образ жизни, но я должен внимательно прислушиваться к тому, что говорит устройство, принимать его во внимание. Но это не значит, что я собираюсь перекроить весь свой распорядок, привычки. Это не лучшая идея. Девайс увидел свет в Миланском политехническом институте. Множество датчиков одновременно наблюдает за вашим физическим состоянием и социальной активностью, позволяя сформировать рекомендации о том, что улучшить и как жить веселее. Мы изучали, как пожилой человек взаимодействует с этим объектом. Фиксировали его жесты, движения, чтобы затем лучше приспособить браслет к запястью. Разработка неинвазивной системы, опирающейся на холистический подход с учетом заботы о теле и о душе – задача сверхсложная. Тем более, что само устройство должно быть максимально простым. Простота использования – это, на первый взгляд, несложно. Речь идет не об уменьшении количества кнопок, а о типе взаимодействия машины и человека, в достижении интуитивности. Надо, чтобы устройство реагировало именно так, как человек ожидает. Эта логика, интуиция фундаментальны. Команда проекта заинтересована в том, чтобы волонтеры в разных странах дали объективную оценку, решив, помогает ли им устройство. Конечно, мы, профессионалы, разработчики и исследователи, считаем, что целостный подход лучший. Но согласятся ли с нами участники тестов? У нас нет заранее определенной цели, мы ждем их отзывов, чтобы доработать систему. Новинка проходит трехмесячные испытания в Нидерландах, Италии и Испании. В эксперименте участвуют 90 человек. Бабушкины сумки. Новый модный тренд. Это те, которые на колесиках стеганные? В Испании на фоне вспышки коронавируса сумки на колесиках стеганные. Моментально исчезли из продажи, только туда поступив. А что, хорошая, удобная вещь. Ты знаешь, даже не обязательно для бабушки, для человека такого полувозрелого, который не хочет таскать просто тяжести. Посадил все, все свои продуктики в колесочку и тащишь за собой. Да, ты не идешь себе спокойненько. Смотри, авоськи уже вошли в моду. Да, все возвращается. Но вернемся все-таки к сумкам на колесиках. Вместо старомодной клетки теперь в моде оттенки хаки и серого. Теперь с таким аксессуаром можно не только на рынок пойти за продуктами, но и в пир, и в мир, и в добрые люди. Быть хозяйственной модно. Сумка-тележка в наши дни – это не просто помощник по хозяйству, а полноценный арт-объект, которому можно подобрать фасон платья, цвет помады и маникюра. Словом, обязательный атрибут для городской модницы. Больше не придется идти по улице, согнувшись под тяжестью пакетов с продуктами. А можно элегантно, повиливая бедрами, легко и непринужденно катить за собой хоть 15 килограммов картошки. Сумка выдержит. Кличеты аксессуары на жестком каркасе и колесах, с которыми ходили и по сей день ходят наши бабушки, теперь можно встретить не только на рынке, но и на показах знаменитых дизайнеров. Все началось в Европе, когда в 2014 году сумки-тележки появились на главных подиумах европейских столиц. В этом году тележки стали чуть ли не самым востребованным аксессуаром. Модный испанский журнал «Гразия» призвал читательниц как можно скорее запастись хозяйственной сумкой-тележкой, намекнув, что в ближайшее время его читательницам понадобится именно этот аксессуар, а единственным местом, куда можно принарядиться, окажутся продуктовые супермаркеты. Интернет-пользователи, однако, разделились во мнениях относительно нового тренда. Перенять, что в этом сезоне такая сумка окажется нужнее, чем, например, у местной на вечеринках клатч, готовы оказались не все. К тому же цена на модное изделие не маленькая. Например, брендовая сумка-тележка в Великобритании стоит порядка 60 фунтов. Впрочем, если вы предпочитаете моде практичность, можно найти и более бюджетные варианты. Дизайнеры сумок славно потрудились. Широчайший выбор расцветок и моделей позволит вам подобрать действительно то, что вы хотите. Кроме основных отсеков, у сумок-тележек есть также масса дополнительных карманов и кармашков, внутренних и наружных, отделения для ключей, зонтов, что очень облегчит шоппинг, например, молодым мамам. При покупке обратите внимание на днище сумки. Оно должно быть широким и устойчивым. Сумка должна удерживать вертикальное положение, даже когда пустая. Каркас должен быть стальным, а колеса – прорезиненными. Они лучше справятся с транспортировкой тяжелых вещей и продуктов. А плотный, непромокаемый материал изделия не только защитит сумку от дождя, но и поможет легко избавиться от любых загрязнений с помощью влажной салфетки. Размер сумки выбирайте в зависимости от вашей потребительской корзины. Если за один поход вы гораздо скупить половину супермаркета, то берите самую вместительную модель. Для экономных хозяек подойдет и более компактный вариант. Представьте, что вам предстоит операция. Не, ну, фу-фу-фу, извини. Лучше такого не представлять, правильно. Но зато ее можно воспроизвести на виртуальном двойнике сперва, для того, чтобы минимизировать риски. Это будет своего рода цифровой близнец, однако не из плоти и крови, а из битов и байтов. От бедя сердца до личного генетического кода. Ученые заявляют, что готовы создать цифрового двойника. Ученые считают, что виртуальный человек может оказать огромное влияние на медицину и революционизировать здравоохранение. Амбициозный центр передового опыта Компиомед возглавляет профессор Питер Ковани из Университетского колледжа Лондона. Без сомнений, виртуальный двойник будет спасать жизни. Причина в том, что он способен предсказать исход операции до ее начала. Мы создаем виртуального человека по частям. Это революция, ведь вы смотрите на систему, на пациента, как на полноценного человека. Проект объединяет конкретные данные об органах, такие как рентгеновские снимки, МРТ или КТ, а также геномную и другую информацию, что помогает создать персонализированный виртуальный аватар. Мы можем взять в качестве примера эту женщину. Мы видим все различные виды системы организма, составленные из данных, которые можно ввести в компьютер. Все от основных элементов ее генома вплоть до скелета. Чтобы оживить такие органы, как виртуальное сердце, ученые разработали множество специализированных программ и алгоритмов. Перед нами виртуальное сердце. В нем отражены все персональные данные человека, которому оно принадлежит. Его можно использовать перед операцией и предугадать, будут ли проблемы с эритмией и сердечными приступами, чтобы хирург мог заранее спланировать операцию и максимизировать ее успех. Виртуализация чего-то столь сложного, как человеческое тело, требует огромных вычислительных мощностей. В суперкомпьютерном центре Лебница Баварской академии наук проводятся некоторые из самых современных цифровых симуляций. SuperMac NG – самый мощный компьютер Германии. Суперкомпьютеры используются для масштабного моделирования и симуляции. Вычислительная мощность, которой обладает сегодня наш SuperMac, вероятно, будет такой же, как через 20 лет на вашем iPad или смартфоне. Сегодня мы пытаемся смоделировать то, что нам понадобится через 15-20 лет для персонализированной прикладной медицины в больнице. Проект «Виртуальный человек» направлен на борьбу со всеми человеческими болезнями, включая COVID-19. Речь также идет о том, чтобы оказать положительное влияние на образ жизни людей. Я рассматриваю виртуального человека как организующий принцип для медицины в 21 веке и не только. Цель построить настоящего цифрового двойника и воплотить идею виртуального человека в жизнь станет серьезной мотивацией для ученых в отдаленном будущем. Буквально пара дней остается до завершения розыгрыша. Розыгрыш как раз-таки ведется на тему ваших любимых осенних вечеров и того, что вы такое интересное делаете. Да, мы время от времени обсуждаем, чем каждый из нас занимается по вечерам осенью. Ну, помимо того, что Таис пропадает в Инстаграме, куда выкладывают миллион сторис и фотографий ежедневно. Пропадает в спортзале, но не важно. Именно об этом, кстати, Любовь Успенская в свое время пела. «Мама, ради бога, я ни разу не пьяна. Это Инстаграмчик, и в него я влюблена. Пропадаю я!» Если вы пропадаете от любви к кофе и к такому приятному времяпрепровождению вечернему, то у нас для вас прекрасный розыгрыш. Прямо сейчас забегайте к нам на страницу в Фейсбуке «Новое утро на РТР». И под актуальный публикация оставляйте комментарий, как же вы любите проводить осенние вечера. Да, случайным образом мы выберем обладателей второго и третьего места. Они получат по вот такому прекрасному набору от Нес Кафе Классик. Это баночка молотого кофе и капучинатор. А еще человеку, который получит первое место, кстати, получит он его только подсчетом комментариев, их должно быть огромное количество, и тот, у кого их больше всего, тот и станет победителем. Так вот, человеку, который получит первое место, достанется помимо набора еще и настольная игра. Да, так что пишите самые красивые комментарии, для того, чтобы другие пользователи Фейсбука тоже их по достоинству оценили. Желаем вам удачи, а пока что прерываемся на короткую рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нес Кафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Что-то мы сегодня все о еде, да, о еде говорим, но, знаешь ли, зима-холода. А потому что об этом говорить всегда приятно. Да, это правда. И уже хочется как можно больше еды в нашу жизнь внедрить. Ну, так вот, очень много препонов стоит, между прочим, на пути от еды до красивой фигуры. Есть такое. И зачастую вот вечное чувство голода – это верный спутник тех, кто находится в режиме похудения. Ну, знаете ли, как это называется, скажи, пожалуйста, когда у тебя не хватает калорий в день. Профицит, дефицит, дефицит калорий. Да, дефицит калорий. Правильно, это же надо выдерживать для того, чтобы похудеть хоть как-то. А плюс к этому… Да, это действительно очень непросто. Плюс к этому после шести вечера зачастую вот и пробуждается этот ночной жор. И как мы коротаем вечера? Бутербродами или плиточкой шоколада перед телевизором. Ай-яй-яй-яй-яй. И чем же перекусить в полезном без вреда для фигуры, расскажем далее в сюжете. С какой из привычек сложнее всего расстаться? Конечно, потрошить холодильник под покровом ночи. Диетологи заявляют, заморить червячка перед сном можно, но делать это нужно по науке, выбрав правильные блюда для поздней трапезы. Вся хитрость грамотного перекуса заключается в том, чтобы найти подходящий провиант, а также сознательно ограничить объем потребляемой пищи. Самым эффективным вариантом будет комбинация легко усвояемого белка и клетчатки. Сложные углеводы можно оставить на утро, а можно добавить к позднему ужину. Старайтесь есть небольшими порциями, стремясь потреблять менее 200 калорий за один прием. Пища потяжелее может быть расценена пищеварительной системой как повод ударно поработать, причем непосредственно в то время, когда вы будете пытаться уснуть. Так что же съесть на ночь? Первый вариант – обезжиренный йогурт. Он содержит диетический протеин, пробиотики и другие полезные питательные вещества. Благодаря протеину сытость ощущается достаточно долго, а это как раз то, что нам нужно. Чувство голода проснется лишь утром вместе с вами. Здесь важно помнить одно – йогурт должен быть несладким. Творог – еще один прекрасный вариант ночного перекуса. Он очень медленно переваривается и состоит из белка. Как и в случае с обезжиренным йогуртом, он не должен быть сладким. Но если вы добавите в него немного ягод, это не помешает вашему сну. Спортивный диетолог Джоэль Марион советует утолить голод куском курицы или индейки. Белое мясо содержит глюкогон, пептидный гормон, повышающий содержание сахара в крови. Он помогает организму отсрочить процесс преобразования поступивших в него жиров и углеводов в энергию. А вот красное мясо есть на ночь не рекомендуется. Овощи – тоже полезный перекус. Огурец, морковь и брокколи питательны, при этом содержат мало калорий. Более того, в них есть сложные углеводы, благодаря которым чувство сытости останется с вами надолго. Если вкуса самих овощей вам недостаточно, приправьте их неострым хумусом. Он богат витамином В6, обязательным для выработки мелатонина-компонента. От голодных вечерних мук могут также спасти небольшая горсть орехов, миндаль или фисташки – около 30 граммов, или горстка тыквенных семечек. Употреблять пищу рекомендуется за час-полтора до отхода ко сну. Не стоит выбирать острые и очень жирные блюда, а также продукты, содержащие алкоголь, кофеин и сахар. Их присутствие часто не позволяет остановиться, и поздний перекус превращается в срыв. И напоследок несколько способов забыть про назойливый аппетит. Хочешь есть – попей водички. Такой, казалось бы, издевательский лозунг имеет свой резон. Вода наполняет желудок, и чувство голода немного притупляется. Еще лучше подавляет аппетит горячая вода. Если выпивать ее небольшими глотками, этот способ проверен многими худеющими. Вместо воды можно использовать отвар ромашки, шиповника или зеленый чай. Еще один вариант – хорошая 40-минутная, а лучше полуторачасовая тренировка. Она отлично подавляет голод, после нее вам будет хотеться только пить. Если голод все же придет, то можно будет с чистой совестью съесть какой-нибудь фрукт или выпить стакан кефира. Заслужили! Займитесь своей красотой, и еда отойдет на второй план. Принятие ванны, нанесение маски и крема, маникюр – все эти приятные занятия покажут вам, что провести вечер с удовольствием можно и без набивания желудка. Один из крупнейших производителей накопителей заявляет, что до конца 2020 года представит жесткий диск объемом 20 перабайтов. Если бы женщины могли подкожный жир укомплектовывать в такие же маленькие размеры, они были бы счастливы. Это правда. Да, да, да. Но вообще, давайте только представим, 20 перабайт – это огромное количество информации. Я даже не представляю, это сколько средних обычных жестких дисков может уместиться туда? 20. Какой кошмар, а что сейчас средний? Есть по одному терабайту, есть по два уже, да. Ого! Ого! Так это можно... Когда последний раз ты заходила в компьютерный магазин, да? Давно, это правда. Но рекорд планируется вообще на 2026 год, тогда они, уверяют, выпустят накопитель, то есть жесткий диск объемом 50 терабайт. Что хранить в таком количестве? Разве что селфи в таком объеме, да? Ну, тебе, да, этого диска как раз на полгода использования, если сливать все фотографии с твоего мобильного телефона. Нет, на самом деле сейчас же видео начали снимать в 4К, соответственно, занимать место намного больше. Ага, то есть это лучше, наверное, подходит фотографам, операторам, да? Тем, кто имеет дело постоянно. Да, и не только, потому что телефоны сейчас, вот, одна из последних моделей вообще снимает в 8К. Соответственно, 4К входит в обиход, и ты совсем скоро будешь снимать себя вот на мобильный телефон, так, чтобы было видно каждую морщинку. Нет, так я себя снимать не хочу. Пожалуйста, подумайте об этом, разработчики, нам нужны сглаживающие видео. Ладно, хорошо, в общем, чудесами полнится современный мир, технологии скачут вперед, а мы за ними еле поспеваем. Но, во всяком случае, то, зачем мы хотим успеть сейчас, это информация о дне сегодняшнем. Все гораздо прозаичнее, поэтому астрологический прогноз вашему вниманию. Овен. Начинается день непросто. Неожиданно появляются важные задачи, требующие немедленного решения, а люди, на поддержку которых вы рассчитывали, слишком заняты, чтобы помочь. Вместо того, чтобы переживать по этому поводу, вы начнете действовать, и вскоре добьетесь отличных результатов. Телец. День приносит немало неожиданностей. Удивительное и странное событие может положить начало кардинальным переменам в жизни или, по крайней мере, натолкнуть вас на интересные мысли. Многие идеи, которые сейчас кажутся слишком смелыми, чуть позже удастся реализовать. Близнецы. День складывается неплохо. Едва ли у вас будет возможность добиться грандиозных успехов и победить всех врагов сразу. Зато вы отлично проведете время с друзьями. Будьте готовы импровизировать. Действовать по плану сейчас вряд ли удастся. Рак. Необычный и интересный день. Могут произойти какие-то удивительные события. Не исключены хорошие новости. Приятные известия от старых знакомых. Не исключено, что сегодня вы поймете. Пришло время что-то менять в своей жизни. Чуть позже станет ясно, с чего лучше начинать. Лев. Не стоит начинать этот день с обсуждения серьезных вопросов. Может возникнуть ссора. Даже люди, которые прежде во всем соглашались с вами, сейчас готовы спорить до хреботы, даже не прислушиваясь к вашим аргументам. Подождите немного. Дева. Важно сохранять самообладание. Именно благодаря ему удастся избежать споров с близкими и неприятных разговоров с малознакомыми людьми. Можно добиться успехов, если действовать самостоятельно, а рассчитывать только на свои силы. Весы. День складывается удачно, но вы так расстраиваетесь из-за мелочей, что можете не заметить каких-то приятных событий, перемен к лучшему. Вам чаще обычного требуется помощь, иногда даже в самых простых делах, с которыми вы в другое время быстро справились бы самостоятельно. Скорпион. Вы стараетесь как можно скорее добиться желаемого, быстро принимаете важные решения. Но в спешке очень легко упустить из виду нечто важное – совершить ошибки, о которых позже придется пожалеть. Помните, иногда полезно сделать паузу, чтобы спокойно все обдумать. Стрелец. С утра стоит быть внимательнее. Будет много суеты и неразберихи, неоправданной спешки, в которой так легко ошибиться, чего-то не заметить, не обратить внимания на важные слова. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Дела идут на лад. Козирог. День приносит новые дела и заботы. Вам предстоит решить несколько сложных вопросов. Окружающие чаще обычного обращаются за помощью. Вы стараетесь никому не отказывать, даже если речь идет о просьбах, которые сложно выполнить. Водолей. День будет плодотворным. Вы настроены решительно и способны многого добиться, даже при минимальной поддержке со стороны союзников. Будет возможность научиться тому, что вскоре пригодится в работе. Рыбы. Трудно сосредоточиться. Вы с энтузиазмом беретесь за дела, но довести начатое до конца удается не всегда. Из-за сгоряча сказанных слов вы можете лишиться поддержки людей, на которых привыкли полагаться почти во всем. Утро должно быть полезным именно поэтому прямо сейчас мы расскажем, что же может облегчить нашу с вами судьбу, хозяюшки. Ну и бытовые условия, а еще облегчить выбор тем мужчинам, которые, может быть, собираются выбрать подарок своим благоверным. Да, вообще мне очень нравится, как ты себя к хозяюшкам причисляешь, человек, который абсолютно не умеет готовить. Умеет, но не говорит. Ну, тихо, не скользь со мной. У нас сегодня в гостях человек, который в этом знает абсолютно все об этом. Это Антонина из компании Топ Шоп. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, я так понимаю, у нас новое сегодня спецпредложение, особые условия. Как всегда. Антонина озвучит. Рассказывайте. Да, рассказывай. Сегодня по акции проходят две сковородки от бренда Делимана под названием Stone Legend. А они разные. Одна сковородка у нас имеет диаметр 28 сантиметров, вторая же сковородка, она поменьше 24 сантиметра в диаметре имеет. И она не просто сковородка, она блинная сковорода. Мы ее также называем блинница. Но в чем заключается наша акция? Сковорода, которая большая, она так-то стоит 599 лев. Но сегодня всем дозвонившимся телезрителям по номеру 022-264-102 наша сковородка, а точнее сразу две сковородки, вам достанутся всего лишь за 499 лев. То есть вы экономите на большой, да? Ну, так-то 599, вы платите на 100 лев дешевле, меньше. Но также получаете абсолютно бесплатно в подарок блинницу нашу. А правда ли, что на такой блиннице можно готовить не только блины, но и оладушки, и панкейки, и даже без масла, без капли масла? Слово-то какое, не русское, панкейки. Это оладушки. А можно же еще готовить яичницу, допустим, либо что-то без масла? Действительно, да, абсолютно все, что пожелаете вы. А правда ли, вот сейчас, что на самом деле хотел спросить, Таис, правда ли, что на сковородках можно жарить? Да, Таис, можно! Без капли масла, вот это ключевое. И если лопаточка аккуратно силиконовой поддевает, то даже ничего не поцарапается. Ничего не поцарапается, даже если вы будете на такой посуде переворачивать и поднимать не только силиконовыми, специальными деревянными лопаточками, а также обычными вилками, металлическими ножами. В смысле? Да. На такой поверхности можно орудовать металлическими приборами? Да, действительно. Вы знаете, абсолютно случайно, вот я сегодня ехал на работу, чувствую, в заднем кармане что-то мешает. Вот достаю, то у меня оказывается вот такая металлическая губка. Каким образом судьба ее? Известно нам? Не спрашивай. Просто я не знаю, это необъяснимо, это вот как-то звезды совпали. Интуиция. Я просто понимаю, что я с утра, когда собираюсь на работу, я беру все подряд. Запихиваешь. Да. Мало ли пригодится. Как сам нам было собирается Дмитрий Севпиваков по утрам и берет с собой полдома. Это просто как анекдот про эстонца и ворону. Не пригодилось, а у нас сегодня пригодилось. Я на работу со сковородкой. Будем проверять, что ли? Конечно. А что? Мы зря это просто так за... Подожди, кто не, а можно? Вы знаете, я не против, даже больше скажу, я только за. Давайте сейчас продемонстрируем телезрителям, насколько покрытие нашей посуды действительно не устойчиво к царапинам. Но хочу сказать такой момент, что в принципе такой необходимости у вас дома не будет. Не надо будет отдирать нашу поверхность, так как на ней действительно еда не будет пригорать и прилипать. Да. Давайте покажу. Вот смотрите, это абсолютно нормальная металлическая губочка. Сейчас, чтобы вы понимали, что она действительно настоящая. Ай! Ну меня-то не надо было шляпать. Кстати, я ее действительно поцарапаю, так, между прочим. Я потом тебя отомщу, скоро закончу. Вот, поэтому берем сковородку элегантным движением. Натираем. Ой, какой ужасный снег. Ты чувствуешь этот звук? Ты чувствуешь как... От микрофона подальше. Нет, вот я специально, вот я поближе. Если вы нам не доверяете, приобретайте сегодня по акции две сковородки. Пробуйте дома проводить такие эксперименты. Я сейчас шучу. Не надо. Не будет такой необходимости. Звоните по номеру 022-264-102. Приобретайте сегодня сразу две сковородки за 499 лейв. Стоимость одной сковородки большой сегодня, вернее, так-то в обычный день 599, но за 499 сразу две сковородки сегодня станут вашими. И вы экономите очень много. Я вам скажу, у нас действительно в семье была такая история, когда много лет назад купили первую тыфлоновую сковородку. Как ты думаешь, чем ее моя любимая бабуля оттирала? Такой железной губкой. И я вам скажу, о сковородке пришла одна. Ну, естественно, конец пришел сковородке. Да, смерть. А тут, вот, посмотри. А смотри, шкрябаешь и шкрябаешь, прекрасно. Напомним, что акция, чудо-акция с тем, чтобы сэкономить 100 леев на покупке большой сковороды и при этом в подарок получить блиницу, действенна еще буквально минуту-полторы только во время того, как вы видите Антонину прямо сейчас у нас в программе. А вы же видите Антонину? Не теряя времени. Сейчас не видите, а сейчас видите. Не теряя времени, набирайте номер прямо сейчас. Что это за покрытие, напомните? Это Five Stone Legend? Нет, нет. Five Star Legend. Окей, окей. Это другая коллекция, это Stone Legend. Stone Legend. Другая. Stone Legend. Почему она так называется? Дело в том, что в состав такой посуды входят частицы натурального камня. Stone. Я вам скажу, Антонина, вот теперь вы имеете полное право говорить вот именно с пафосом в голосе. Stone Legend. Окей, Дмитрий. Stone Legend. Две сковородки за 499 леев. Звоните по номеру 022-264-102. Мы можем смеяться, мы можем шутить. Но на самом деле акция наша, это не шутка. Звоните и приобретайте. У вас осталось всего лишь нам пару секунд. Я хотела бы еще за эти пару секунд добавить такой важный момент, что нашу посуду можно использовать на абсолютно любой плите. Это может быть газовая, керамическая, электрическая и даже индукционная плита. Также такую посуду можно мыть посудомоечной машине. Класс. И еще и железной губкой, как оказалось. В общем, прекрасный абсолютно приборчик. Я понимаю, что от Таис мы практически не оторвем эту сковородку. Да, очень классная штука. Люблю оладушки. Ты, кстати, любишь оладушки? Обожаю, да. А с чем ты их готовишь? А делаешь это с кабачками? Ух ты. Так, так, так. Ладно, сейчас обсудим. Все, звоните прямо сейчас. Антонина, еще раз номер. 022-264-102. Это номер телефона. И 499 лев. Это стоимость целого комплекта. Ну, так и назову, в принципе, сковородок. Одна из них 28 сантиметров побольше, другая 24. Это блинная сковородка. Звоните, приобретайте. Антонина, как всегда, за такие прекрасные... Я целую ваши драгоценные мысли. Спасибо вам за акции. Да, ну а мы пока что удалимся обсуждать кабачковые оладушки. Вот две недели назад наш коллега Таис чихала-чихала, чихала-чихала. Да не вычихала. Да, в общем, все переживали, что у нее ковид. Но нет, заказалась обычная простуда с осложнениями. Вот, но ничего, тоже бывает, собственно, нельзя забывать, да, что помимо ковида существуют и другие острые респираторные заболевания. Но, тем не менее, вот сколько существует случаев, когда в доме заболел кто-то один, все остальные с ним контактируют, конечно, стараясь поменьше, но, тем не менее, они как не могут заразиться. Вот в чем же состоит парадокс этого? Почему так происходит? А ученые дали ответ. Высокий уровень естественного иммунитета. Вот что они говорят. Есть люди, которые доживают чуть ли не до 100 лет, потому что исходные показатели очень высокие. Это дано природой, родителями. Что интересно, не так давно смотрел интервью одного очень известного американского иммунолога. И он говорит, что наш иммунитет создан так, чтобы постоянно работать. А работает он только в контакте с бактериями, вирусами, микробами и так далее, так далее. То есть в капсуле какой-то стерильной никто не будет, никакой иммунитет не будет так хорошо развиваться. То есть как только ты этого человека и потом из этой капсулы вытащишь... Сразу же набежит полчища бактерий. В общем, за один месяц карантина работа иммунитета может снизиться вдвое. Как вам такое? Однако. Однако. Поэтому хорошенечко подумайте, когда будете в следующий раз мыть руки мылом. Конечно, это тоже очень важно. И мы ни в коем случае не призываем вас прекращать это делать. Но вот я знаю семьи, где вот с раннего детства ребенок рос в стерильной атмосфере абсолютно. Огромное количество аллергии. Аллергии. Это то, что после этого происходит. Ранний директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастерра Орек Таталян заявил, что некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним. При этом ученые пока не могут определить биомаркеры такого явления. Специалист подчеркнул, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты. То есть это действительно что-то врожденное. Прекрасного дня вам в продолжении. Мы сделали все, что смогли. Да. Вот так легко оправдывается Таис. Но, тем не менее, действительно, это утро. Мы начинали с Таиси Разумовской. И Дмитрием Спиваковым. Будем с вами прощаться. Напоминаю, что с утра, для того, чтобы быть такими же веселыми, как мы, употребляйте чашечку на скафе-классе. И дальше оставайтесь с нами на телеканале, потому что глядет много чего интересного. Сразу после нашей программы о здоровье программы, о самом главном. Ну, а сразу после этого «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Сегодня у него в гостях снова Владимир Пресняков. Продолжение вчерашней программы. Точнее, часть вторая. А увидимся с вами мы завтра в 7 утра тут же на телеканале РТР Молдова. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа «Нескафе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин